Доброе-доброе утро. Я думаю, что я должна рассказать о своих попытках сделать запись видео. У меня не получается. Я переписала три видео и говорила не то, что надо. Поэтому я продолжаю прямую трансляцию. Его могут это видео увидеть любые, в любое время. Поэтому это не смущает. Назвала я сегодняшнее видео Мужик и лошадь. Хотя приближается праздник Троицы и можно говорить об этом празднике по Слову Божьему. Но желательно, наверное, перед Богом говорить о том, о чем болит. А сердце мне уже давно болит. По статистике мои видео, хотя не многие смотрят, но больше это женщины. Большая часть. Больше 80 процентов это женщины. То есть тема Господа Бога, тема Вечности мужчин интересует меньше. Даже посмотрю на своих племянников. Мальчик и девочка. Племянник, но они уже взрослые. Племянник неверующий, девочка служит Богу. Из-за того, что она так Господа любит, у нее были непонимания с ее женихом. И они расстались. Хотя он и пытался вернуться, но она осуждает грех. Осуждает. Чистая девушка. Так женщины умеют любить Бога. Я смотрю проповедников мужчин, я не знаю, может это у меня какой-то аномалия восприятий. Но они настолько надмиваются. А вот женщины-пророчицы, вот полточки одевают в Ютубе свои, там, имеют некоторые, ну, видео записывают в своих каналах. Действительно, говорят искренне и говорят с болью в сердце. Так вот, женщины, которые сейчас меня будут слушать, сегодня, завтра, а я через месяц выйду в следующий раз. Гоните мужиков к молитве. Просто гоните. Просто заставляйте. Иди молиться. Воздавай Богу славу. Ну вот, возьмите, почитайте. В Неменской области мужчина провалился в вырытую бобрам и дыру. А сверху на него упала лошадь. К сожалению, медики не успели ему помочь. Селянин умер. У скончавшегося остались девять детей. Я почитала, что-то показалось шесть. Девять детей. Трагедия в семье. Почему? Ну, может, его жена не благословляла, я не знаю. Но девять детей, как жена может не благословлять? Какая-то отвечает уже за себя. Написано, не спасёт ли жена мужа? Уже всё. Не говорится жена. Ты спасёшь мужа. Ты ходи в церковь и молись за него. Он спасёт. Нет. Написано, не спасёт ли жена? Вопрос. Конечно, наши ходатайственные молитвы имеет значение, иначе вообще всё развалилось. Отче наш перед выходом. Ангелы оставляют людей. Ангелы оставляют. Если бы ангел был, он бы позволил ему упасть в яму и так погибнуть? Конечно же, нет. Написано в Библии, Иисус говорил, там стена какая-то упала на людей, погибло много людей. Думаете, они были грешнее всех на свете? Нет, говорит. Но если не покаетесь, так же погибнете. Я говорю о вечности. Я говорю о последних откровениях, о последних временах. Я говорю о жизни на земле. И всё равно, люди, обращайтесь к Богу. То, что я наблюдаю среди мужчин, меня просто поражает. Это не потому, что они верны. У них есть вера. У них нету желания. У них, может, какие-то соблазны. Может, женщины соблазили мужчин с любовью своей, преданностью Богу. Может, они уже перевернули свои мозги и решили, что Богу не надо обращаться. Бог есть. Он жаждет, чтобы мы все с Ним разговаривали. Потому что истина нам нужна для жизни, для вечности. Я много вчера хотела сказать и записывала видео. У меня не получилось. Тема была анализ по местописания Троицы. И сегодня я проснулась и мне Бог показывает то, что я там надмивалась умом своим. А всё, что Бог сделал, Он сделал. То есть, даже когда вот есть местописание, которого сейчас его уже не печатают. Некоторые издания не печатают. Вот. Я сейчас найду его и расскажу немножечко. Значит, ну вот я давно изучаю Библию, уже 25 лет. И было местописание такое, мне почетно. Вот я это подтверждаю. Это давно было сделано. Книжки уже лет 24-23. Вот. У меня пятая глава Иоанна выделена. Седьмой стих. Птичка, знак вопрос. Я до сих пор думала, вот когда я прочитала, что этот стих отсутствует в английском Библии. И я думала, что это, значит, действительно Бог подтверждает, что Он против этого. Но Бог не даёт мне это говорить. Вот. Значит, седьмой стих звучит так. Ибо Три свидетельствует на небе. Отец, Слово и Святый Дух. Иси, Три, Суть, Одну. То есть некоторые, этот слово уже удаляет. В восстановительном переводе его нету. Вот, например, у Итнес Али. У Итнес Али нету в восстановительном переводе. Этого слова вообще он отсутствует. Сразу же звучит седьмой стих. Ибо свидетельствует Трое. А восьмой Дух, Вода и Кровь. И все три к одному. Вот. То есть надо размышлять, что Бог хотел бы хотел сказать. И, значит, когда читать комментарии Барби по этому вопросу, так там рассказывается, что якобы это слово появился где-то в тысяч... Извините. В 385 году какой-то еретик. Я тоже, кстати, для церкви еретик, между прочим. Вот. Но люблю Бога и жертвую для Него многим. Чем могу. Временем. Может, иногда деньгами. Так вот, получается, что в 385 году был какой-то еретик, который дописал это слово. Вот. И, значит, поэтому... Поэтому... Если... Вот что написано по этому поводу у Баркли. В русском переводе Библии есть стих, который мы совсем опустили. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едины. В новейших английских переводах Библии этот стих совсем отсутствует. Без всякого примечания и замечания. И в первоначальном тексте его тоже не было. Это видно из следующего. Во-первых, он отсутствует во всех греческих текстах, появившихся до 14 столетия. Он отсутствует во всех великих списках, относящихся к третьему и четвертому столетию. Его не знал никто из великих отцов церкви. Он отсутствует в оригинальном тексте, сделанном иеронимом латинского перевода Библии Вульгаты. Впервые его упоминает испанский еретик по имени Прискилиан. Прискилиан, умерший в 385 году. После этого этот стих постепенно перешел в латинские списки Нового Завета, хотя, как мы видели, он не был включен в греческие списки. Мне кажется, что у Бога ничего нету случайно. В общем, и пришла мысль, когда читала эти вещи. Если бы, наверное, за перевод Библии взялась женщина, то, наверное, бы сомнений не было. Как все переводить? Все было бы достойно и благочестиво. Потому что мужики любят славу свою. Вот они, а это для них самое главное, прославиться. Вот они и столько времени проводили переводы в Библии, чтобы прославиться. Господи, понимаю, что я так говорю, конечно. В общем, я, конечно, смеюсь. Я смеюсь, но я боюсь, что мужчины только славу ищут. Вот в церкви им надо занять пост, иначе им ничего не надо. Извините, что я так говорю, конечно. Ну, много соблазнов. Для мужчин видно больше искушений. Поэтому давайте будем требовать, требовать, чтобы земля наша была освящена словом. Чтобы Бог их мог касаться мужчин, чтобы они прекращали думать о каких-то там грехах. Не дай Бог, конечно, там о женщинах или, ну, алкоголь, да, в основном, что их тянет куда-то. А вот компании. Вот. Вот. Поэтому Бог един. Написано, что Сын говорил Я и Отец одно. Почему? Когда мы рассуждаем о Триединстве Бога, к которому праздник приближается, то это действие Бога на земле. Господь хочет через Сына, через Сына Он спасает все человечество. И миссия Сына еще неизведана. Это, ну, Бог это тайна. И написано, что Бог открылся Сыну. Именно одному Сыну Он открылся. И Сын, ну, тому, кому хочет, тому показывает Бога. Вот. И вместе с тем Иисус говорит, что ты дал мне их. Ты мне дал, и я всех спасал, кроме Сына погибели. Вот об апостолах Он говорил. То есть, как спасает Бог людей, это, ну, ой, я расскажу, например, на своем личном опыте. У меня открывается местописание по-своему. Я не утверждаю, что я в средней инстанции. Но и размышлять нужно. Есть последний стих, когда мы крестимся. Знамение крестное. Ну, конечно, вот я огорчаюсь, что много соблазнов по этим вот разногласиям. Но я думаю, что по разногласиям не должны быть соблазны. Там у католиков слева направо, там, допустим, или справа налево. У православного по-другому нельзя. Ну, два праздника, Пасхи, допустим, у разных. Это не должно быть соблазном для людей. Это не принципиально. Принципиально, что Иисус воскрес и Он дает им жизнь вечную. Вот. И многие сейчас говорят о последнем времени. Мы имеем право сейчас увеличивать года жизни. Может, Бог будет милостивым. Вы дарите мне такие сведения, что Бог будет милостивым, что даже неверующие будут удлинять свою жизнь. И есть время для того, чтобы освящаться. Лишь бы мы их любили, наших близких. Вот. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Может, я сегодня вначале такая была возмущённая и говорила о том, что бы вы требовали от мужей своих. Но дело в том, что как Бог ведёт, так и говорю. Но лично меня вот Бог действительно касался. В 18 лет я считаю, что погружение было... Кстати, крестить, это же погружать, это же не знамение. Ну, каждый как бы хочет, так и воспринимает. Но вообще-то это погружение. Иоанн Креститель крестил в воде, погружал в воду. Это перевод слова нашим языком. Это будет погружать, именно крестить. Баптисты тоже, это же крещение, это погружение. Вот. Крестья их во имя Отца. То есть человек приближается к Богу постепенно. Во имя Отца просто уверил, что Бог есть, уверовал. Потом он читает молитву, может, ещё не сознательно. Но читает. А вот когда человек касается его Дух Святой, он обращается к Отцу. Потому что написано, никто не назовёт Иисуса Господом, кроме Духом Святым. И тогда он же читает слово, прибывает словами. А слово Иисус, это одно и то же. Бог обобщил. Ну, красной нитью идёт судьба Иисуса Христа через Библию. То, что нам непонятно, это... То, что людям некоторым непонятно, что там говорится. Бог обращается лично к Сыну, допустим. Так вот. Читайте. Откровение читайте. Написано. Откровение очень важно читать. Написано, что Блажен читающий, исполняющий слова пророчества сего. Вот. И когда сегодня я назвала тему мужик и лошадь, я думаю, что у Бога тоже ничего случайного нету. Потому что... Потому что в Откровении идёт о четырёх лошадях тема. И увидел белую лошадь. И об этом... Ну... И взглянул я. И вот конь белый. И на нём всадник, имеющий лук. И дан ему венец. И вышел он как бы победоносный, чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящие, иди и смотри. И вышел другой конь рыжий. И сидящий ему на нём дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящие, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороны. И на нём всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырёх животных, говорящий. Хиникс, пшеница за динария. И три хиникса и ячменя за динария. Елея же имена не повреждай. Ну, тут, мне кажется, очень много откровений. И Господь о чём-то нам говорит. Я не знаю, что нас будет ждать. Мы должны быть все научены жить. Бог не дали нам нас порой. В паре люди живут. Это не случайно. Это Божья воля, чтобы не было ропота, чтобы друг другу помогали. Есть любовь, чтобы выручали в сложные минуты. Это очень важно перед Богом. Поэтому берегите души, берегите мужей, берегите жёны. Будьте благословенны. Будьте благословенны.